всем привет привет с вами рт и сегодня данное видео будет посвящено такому танку как член джеру седьмому уровню британской птшки и это видео пока данный момент мой бой будет рекордным в этой статистике которого имеется у меня данном танки но и посмотрел мне стало интересно сразу как на нем люди играют люди на нем играют отвратительно просто отвратительно естественно у меня тоже было первым не у меня даже есть обзор поэтому там где я говорю самый плохой проект и танк ну что я начал только играть в хороших танков метки их уворотливых более незаметно и более бронированных и посмотрел какие же плюсы этого танка плюсы этого танки И это его незаметность, динамика, конечно, орудия, все, по похожему мнению, не особо хорошие на 7 уровне. Но все же, среди урона минут у этого орудия совсем не самое плохое. 2 400 в минуту вполне можно отдавать на этом танке. Что, в принципе, и показано на сайте, что 2 400 это вполне нормально для этого танка. Хотя, да, иногда не хватает пробития, все еще остается самое худшее на 7 уровне пробитие. Но все же, если посмотреть на характеристики этого танка, даже, допустим, орудия того же самого, перезарядка 3.7 и разброс на 100 метров, 0.29, то, в принципе, вы ворваете башню, хоть она и медленно, вы можете прям сразу, не сводясь, стрелять, потому что, как видим, прицел тут довольно-таки маленький. Попадает в танки зачастую очень быстро, хотя и снарядик летит не очень быстро, но это не такая суть важная. Вот здесь, по моему мнению, потому что, ну, как бы снаряд маленького калибра, в принципе, попадает довольно-таки часто. И иногда вот даже, вот, например, в ягоду выстрел, я сразу довернул, сразу выстрел, даже не сводясь, и попадает вполне прикольно. И обзор у меня тогда был на стоковой башне, и самое интересное, что сделали в этом танке, это бронирование башни 50-40 на 200. Ребята, на 200, вам не прослышалось. То есть, во лбу 50-40 по бартам башни, и 200 в жопе башни. То есть, когда вы убегаете от противников, у меня было зачастую много таких случаев, когда я убегаю, свечусь, и попадают не в корпус, а в башню. Бывает зачастую много непробитий, ну, естественно, какие-то там бывают, ну, и мало, да, но бывает тоже рикошеты, но самое, что интересно, бывают какие-то там непробития, что для меня стало реально удивлением. Ну, а в корпусе по-прежнему 88-50 на 38, то есть в корпусе брони нету, и когда вот пересаживаешься с каких-то других танков, на нем играют как-то сразу не так, сразу психуют и бросают этот танк из-за его неповоротливости башни, из-за его неповоротливости танка, малого урона, маленького пробития, как бы повторяется, наихудшем пробитии на седьмом уроне из ПТ-шек, то непонятно занимают суть этого танка и сразу начинают его бросать. Так вот, ребята, конечно, не в этом видео, у меня есть еще один бой, хороший, в принципе, там, где много кустов, и я расскажу подробно, как играть от кустов, как светить самому себе и настреливать этот дамаг. Прием, который называется, светишь сам себе, отъезжаешь на 10 метров от кустов и стреляешь этот танк реально на этот способен. У меня была куча боев, когда вытаскиваешь такие бои, сам себе светишь, отъезжаешь и настреливаешь кучу дамага, разбираешь всех противников и не оставаясь в свете. Карта там у меня была, кстати, прокровка, и это будет уже, конечно, в другом виде, все в одной не стал делать. Это видео посвящено пока что чисто моему рекордному делу, к сожалению, которое закончился бой, вы сами увидите как, довольно-таки не очень хорошо. Для меня это было эпично, потому что я не успел выстрелить, все, в принципе, сами вы успеете увидеть. Ну, пока бой процветает, в принципе, здесь я очень довольно-таки наглел, хотя говорил, что на этом танке я наглел, ну, в принципе, тут я наглел, и мне довольно-таки очень повезло, потому что играл я реально очень наглый, я не был в каких-то больших дистанциях, я в основном играл в очень маленьких дистанциях и настреливлял очень много дамага. Ну, сначала я поехал в АБ-1, ну, чтобы чисто увидел по цитапу, то там, если бы приехали тяжи, в принципе, у меня бы хватило бы скорости убежать. Ну, и как со мной еще туда ехать, я бы, в принципе, пока на них отвлекались, я уже буду успел бы отбежать и, в крайнем случае, отстреляться от кустов. Так как там, в основном, никого не было, я там дал пару плюшечек, увидел, что на базе уже происходит целая теорема там какая-то, и я поехал сюда и начал все отбивать. Видел, что, в принципе, тут есть своя 32-ка, у них тут статист 32-ка, поэтому я думаю, если я сейчас нападу, беру 37-го, нападем на 32-го, если даже чуть-чуть потеряю жизнь, то мы как-нибудь его заберем. Тут я ставлю на автопрецеп 37-го, не рассчитал к повороту башню, что оно плохое и промазываю, но он так же заезжает на бугор, что его танк отстакивает, и он так же не попадает на меня. Тут я вижу 32-ка, она ФК-шная, она просто вылетела, и это для меня стало довольно-таки неплохим. Несколько выстрелов я даю просто по ФК-шному, подложу свою копилку дамаг. И что самое интересное, что я посмотрел свою статистику на этом танке, ну, то есть у меня там написано на данный момент, что у меня 99,2, вот пока я сыграл этот бой, то есть я еще на нем сыграл, что у меня написано 99,2, нет, точнее 99% это 0,2, то, что у меня средний урон лучше, чем у всех игроков, которые играют на этом танке. То есть люди реально не могут на нем играть, я, в принципе, не считаю себя каким-то там статистом, да, я умею играть, да, я поднимал аккаунт вообще с самых низов, так как в школе время, когда еще учился, я реально за хреначь, вот аккаунт уже некуда, у меня был даже красным. Я вытащил, как ни крути, он зеленым, и вытаскиваю потихонечку, ну, голубенький ник. Ну, это, конечно, уже будет чуть долго, все как ни крути, качаюсь, у ВН-8 у меня растет потихонечку, то есть не падает, и это там, в принципе, для ВН-8 поднятие, ну, вполне нормальный, как я вот считаю, потому что я заходил на сайт, мне стало интересно, как же на нем люди вообще играют, и что показал сайт, то статистика показывает, что меньше 49% это на нем победы, то есть на нем поражений больше, чем победы. Это вот просто всех игроков взяли, когда, и тут, естественно, я ввожу тут с собой голдун, потому что, как я и говорил, оно не самое лучшее, точнее, самое худшее пробитие на сильных уровнях АТТ, 171, это идет с пятого уровня, когда уже чисто видишь восьмерок, я не искупаюсь, я включаю голдун, чтобы забирать их ванкар, потому что с 51 реально не хватает, зачастую, очень часто, не на моем счету пока 4 фрага, тут под диким флом я как-то смог забрать тигра, тут я вообще удивился, как он туда пробил, я пропустил сдачу, и он опять же стал туда пробиваться. Вижу, что команда вообще у нас просто сливает, тут я подлавливаю Федю, как видите, кручу башню, слишком уходит орудие, прицел в другую сторону, поэтому мне приходится играть, вот видите, ухожу и приходится играть на каких-то, все равно с ними дистанциями, пытаюсь найти какие-то кусты, тут еще вдогонку кинула арта, причем на фулочку, как я понял, довольно-таки стал обидом, я посмотрел то, что здесь во лбу, я с ними в принципе сейчас ничего не сделал, пока они видят, где я нахожусь, и туда я понадеялся на нашу СТ-шку Т-34-85, думал, если что, они пока что сагрятся на нее, я зайду им в жопу и смогу их разобрать. Ну, как говорят правильно, не надейся на кого-то, надейся только сам на себя, и в итоге получается вот такая неприятная ситуация, каким-то образом его забирает арта, и я остаюсь один против троих, вот один против троих на этом танке, на этом, реально, которым называют все благие танк, но почему-то он мне понравился, я в принципе взял на нем кучу мастеров, конечно, не так много, но довольно-таки в день я беру по одному, по два мастера на нем, то есть танк мне довольно нравится, средний урон у меня на нем горит пока что голубеньким, возможно, дальше солью. И тут-то, когда я заходил назад, так и думал, что они будут думать, что я там, а потому что по дороге я ничего не ломал, у меня появился шанс зайти в бок фейди, я, конечно, понял, что 13-75 уже на захвате, потому что началось брать базы, я переключать стал резко на 12-75 внимания, потому что тот видит, тупо выдаст мне барабаны, а также отправится в ангар. Феде такой опасности для меня не предстоит, потому что, ну, тот выстрелит раз, и я отправлюсь в ангар, да еще и пока я доедет, для меня больше опасность сейчас представляла этой ЛТшки и представляла арта, потому что эта ЛТшка меня светит до рту, а так, как мы знаем, закидывает за всю карту. Стал тут сразу прятаться сначала от арты, и, как ни крути, надо было потихонечку разобрать эту ЛТшку. Тут с голды не стал переключаться на ЛТшке, потому что мне было некогда, каждая секунда была дорога, потому что вдруг он, в эту секунду, когда я начну перезаряжаться, он ошибется. Даже когда доворачиваешь корпус, все равно отъезжаю, чтобы не подставляться, потому что, как все видим, башня поворачивается очень медленно на этом танке. Ну, все как ни крути. Я сначала мешкался, потом понял, что он не выйдет, сделал вид, что я отвлекаюсь на Федю, отъехал и начал разбирать его. И тут он начал кидать барабан, я понимаю, что тут миллисекунду, но я все как ни крути успеваю, забираю в ангар. Тут, а чисто прием на Феде, надо было развести его на выстрел, тут я сделал выстрел, отъезжаю назад, потому что динамика позволяет. Я понимаю, что я успеваю зайти ему в борт, пока он кдаешься, хотя когда у него довольно-таки тоже быстро, приходится остановиться, чтобы барабан мне довернул. И я убиваю седьмой фраг. И я понимаю, что надо потихонечку искать арту. И по правой стороне я не пошел, потому что он, естественно, там ожидает меня увидеть. Я пошел, как правильно сделал, это дальним путем, потому что арта может оказаться так же, как и на горе, так же и в углу карты. Я понимаю, что на грею не может быть, потому что нас с горы бы не закидывал туда, куда она мне закидывала. Я так понял, она либо закидывает с А789, либо переехала на маленький остров. Короче говоря, либо она вот на этом острове, либо здесь, либо в этих квадратах. То есть я понимаю, что надо заходить сбоку, чтобы забрать эту артиллерию. Ну и, конечно, я сначала начал проверять у базы, вдруг она бы куда-то решила убежать. Как видим, что этот танк тоже может тащить. Конечно, в конце боя чуть-чуть не хватило прям перезарядки, конечно. Все, вы сами видите. И я тут тоже жду лампочки, жду лампочки, когда она появится, потому что с разных сторон у меня появляется тоже это довольно-таки противно. И тут я отъезжаю назад, и появилась лампочка. Я понимаю, что он, как я и думал, что он в каком-то либо острове, либо в каком-то из них квадратах. Я делаю вид, что я остаюсь на базе, отсвечиваюсь и еду заходить ему к бочину. Сначала я просто подумал, что он вот у этой маленькой, как это возможно, церковь. Я думал, что он здесь, а он оказывается вообще там у того маленького острова. То есть этот рак однокнопочно, он зажал себя там в этом камне. И, конечно, мне было неприятно, потому что я знал, что он может просто свестись и забрать меня. Если бы у меня было, конечно, чуть больше времени, я бы зашел бы вот с этих квадратов. Там чисто от маскировки его побландил, он бы расстрелял. Но мне бы приходилось уже, понимая, критические меры, потому что времени уже остается мало. И чисто играть немножечко от скилла. И тут просто в БР не на моей стороне. Два выстрела у меня в него проходит. Один-двух люк, потом я отсвечиваюсь. Естественно, у меня надо было отсветиться, чтобы он не понял, что я сделаю. И тут я уже собираюсь играть отверх, потому что попасть сложно. И тут я его не... Кто это там и кашляет? Откуда и кашляет? Откуда он там ронял? Первый выстрел делаю. Второй выстрел я уже сфер. Я хотел поставить его как на густу, но чуть-чуть уже поторопился. И тут все. И тут начинается самое эпичное этого боя. Тут я уже, естественно, начал применять критические меры, потому что уже времени, как и раз, оставалось мало. Поехал мне в лоб. И тут чисто я просто не успеваю выстрелить. Просто не успел выстрелить, и он забирает меня в ангар. Мне стало очень, правда, обидно. Ну ничего страшного, пойдем посмотрим мои результаты этого боя. Тот самый обидный момент, когда ты просто не успеваешь выстрелить в какую-то артобиберскую шлюху, и она забирает тебя в ангар. Ну все же, как ни крути, у меня поражение. Рекорд на данном танке, получаю мастера, основной калибр и воин. 58 тысяч ребра, почти 3200 опыта. Настрелял, как видите, я играл в восьмерках, 4263. На данный момент это рекорд на этом танке. Естественно, ушел в маленький минус, потому что приходилось частенько настрелять на городе, чтобы быть побольше уверены, потому что уже все обои, тащил, как видели, реально только я. Как я говорил ранее в этом видео, то у меня, как видите, нанесен урон горит голубеньким и лучше, чем 99% игроков, которые играют на этом танке. Как я говорю, люди просто не умеют играть на нем. Ну вот пока статистика у меня на этом танке, пока что, возможно, она у меня станет хуже, если я себя там сильно перехвалю, и она может реально стать немножко хуже. Ну если вам понравилось данное видео, то обязательно ставите палец кверху, подписывайтесь на мой канал. Ну а у меня на этом все, я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok